В парламенте зарегистрирован законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ. Об этом заявили представители партии «Возрождение» на состоявшемся брифинге. По словам депутата Василия Боля, ЛГБТ-сообщество подрывает традиционные духовные и культурные ценности молдавского народа и делает это при поддержке правящего режима. А Наталья Поразко уверена, что если не оградить подрастающее поколение от пропаганды ЛГБТ, то будущее Молдовы окажется под угрозой. Именно это правительство сделало все возможное для распространения этих неприемлемых для наших граждан ценностей, которые являются атакой на такую основу общества, как семья. Депутат напомнил о Стамбульской конвенции, которая была ратифицирована нынешним правящим большинством в парламенте 14 октября 2021 года и положение которой, в том числе в части пропаганды ЛГБТ, сейчас ПДС пытается внедрить в молдавское общество. Год назад были внесены изменения. После ратификации Стамбульской конвенции были внесены изменения в Уголовный кодекс. Я хочу напомнить гражданам, что год назад в Уголовном кодексе было наказание за гомосексуализм как проявление извращенных сексуальных отношений. Так было написано в Уголовном кодексе в статье 172. Вы видите, что это правительство сделало все возможное, чтобы исключить уголовные наказания за эти извращенные проявления, извращенные сексуальные проявления. Василий Боле также усомнился в том, что столичная администрация будет противостоять проведению ЛГБТ-марша в ближайшее воскресенье. Напомним, как в прошлом году, тоже было много разговоров, а в итоге марш все-таки был проведен. Более того, в нем приняли участие послы, а также депутаты Молдавского парламента из фракции ПДС. А для охраны участников марша с нетрадиционной ориентацией, по словам депутата, со всех районов страны в Кишинев согнали сотни полицейских. Были потрачены миллионы лев из госбюджета. Хочу напомнить гражданам, что мои коллеги Александр Нестеровский и Ирина Лазован зарегистрировали в парламенте законопроект, который запрещает пропаганду ЛГБТ-отношений для детей несовершеннолетних студентов. И мы будем продолжать настаивать на том, чтобы этот законопроект обсуждался в парламенте. А те, кто не хочет поддерживать этот законопроект, я верю, что общество даст им свою оценку. Член партии «Возрождение» Наталья Поразко в ходе брифинга подчеркнула, что сегодня с подачи правящего режима в Молдове традиционные духовные ценности пытаются подменить. А представители ЛГБТ своими манифестациями и пропагандой своей сексуальной жизни создают опасную ситуацию в традиционном молдавском обществе. Мы однозначно выступаем против пропаганды ЛГБТ. В обществе, в образовании, в садике мы не поддерживаем ЛГБТ-парады. Мы уверены, что есть мать, что есть отец, что есть бабушки, что есть дедушки. И нет родителя один и родитель два. Она обратилась к правительству и лично президенту Майи Санду. Призываем власть сохранить для наших детей безопасное пространство, уберечь их от сексуальной пропаганды и подарить им счастливое детство. Теперь хочу обратиться к госпоже Майи Санду и к нашему правительству. К тем, кто не дал в этом году нашим детям отпраздновать свой праздник. К тем, кто меньше всего говорит о будущем наших детей. Вы можете менять ориентацию каждый день. Не навязывайте это нормальным людям. К сожалению, мы не смогли получить комментарии представителей «Гендердок-М». Ранее его глава Анжелика Фролова заявила, что из-за приостановки действия лицензии у нашего телеканала она не видит возможностей для участия в подготовке сюжетов. Напомним, официально Стамбульская конвенция – это международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Открыто для подписания с 11 мая 2011 года. Примечательно, что Турция, которая стала первой страной, ратифицировавшей документ еще в 2012 году, первой же из нее и вышла. Своё решение Турция объяснила тем, что суть конвенции была подменена. Парламент Молдовы в лице ПДС ратифицировал Стамбульскую конвенцию 14 октября 2021 года. За ратификацию документа проголосовали 54 депутата от партии «Действие и солидарность». Депутаты от блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. А депутаты фракции партии «Шор» проголосовали против. Ранее информационный центр «Гендер Док М» объявил о проведении 22-го фестиваля ЛГБТ-плюс сообщества Молдовы «Молдова Прайд» с 12 июня, который должен завершиться 18 июня маршем гордости. Кстати, в этом году, 8 марта, ЛГБТ-сообщество провело марш солидарности. Под лозунгами «Хотим власть без яиц» участники марша потребовали от властей правильного сексуального воспитания в школах, а также легализации однополых союзов. В этом мероприятии активное участие принял генеральный секретарь аппарата президента Маисанду Андрей Спыну. А в прошлом году в подобном ЛГБТ-марше в Кишиневе приняли участие 6 депутатов ПДС. Дмитрий Алайба, нынешний министр экономики, Евгений Синкевич, который разработал проект об отмене Дня Победы, Виталий Гаврук, Марчелло Нистор, Галина Сажина и Евгения Кожикарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова